здравствуйте все вязальщицы меня зовут настя я хочу показать вам способ вязания от клубка дело в том что когда мы начинаем набор петель петь как сказать правильно мы часто сталкиваемся с тем что ниточку мы когда есть несколько способов там четыре раза отмерить там сколько нам надо в общем я не буду вдаваться подробности вот куча способов как промерить длину вот этого кончика который у нас идет от матка вот и часто мы сталкиваемся с тем что начиная вязать у нас либо мы просчитали например все либо закончили свой набор мы уверены были что просчитали нас остается либо слишком длинный кончик например нити у нас в обрез ну скажем такая ситуация да допустим или слишком длинный остался жалко потому что у меня например все прямо все высчитано рассчитано мне четко хватит на маленькую допустим шапочку да и тут такое дело что мы у нас большой хвост но не беда там мы не часто по этому поводу расстраиваемся вот когда мы набираем большое количество петель и у нас остается слишком маленький хвостик и нам не хватает петель добрать вот тут то да вот тут то мы подумаем о ее ей и опять мы все вот это распускаем значит и начинаем опять гадать и добавлять и переделывать и тратя на это свое собственное время до рукодельницы мне кажется и у кого ручки откуда надо растут каждое время каждая минуточка дорога да мы лучше еще чуть повяжем чем мы будем убивать время на что-то ненужное предлагаю такой способ меня было такое видео на канале я его удалила дело в том что меня youtube так любит что постоянно поздравляет постоянно мне делать какие-то подсказки и вот например на некоторых видео мне пишет очень короткое видео но не будет монетизироваться я не знаю других девочек также или нет и вот я поэтому переписываю видео должно быть не менее 15 минут поэтому я от сниму сейчас конечно побыстрее потом я просто буду вязать резинку которую вяжу к шапке а вы меня тогда уж потерпите пожалуйста просто одну поймите правильно отсмотрели и забыли хорошо договорились поехали youtube сказал пацан сделал называется так подхватываем снизу нашу ниточку вот самый маленький хвостик у меня остался и сейчас вы посмотрите мы будем делать кто вяжет крючком они увидят что мы как будто это производим все крючком делаем наш подхватили ниточку и круговым движением против часовой стрелочки вот так вот обернули нитку здесь держим и протаскиваем ниточку вот сюда вот ну все как крючочком все очень просто хлоп и и вот узелочек сделали теперь берем все наше изделие изделие наше творчество берем в левую руку двумя пальцами любыми каким удобно и удобно вот так держать хотите всеми вот оставшимися смысл в том что здесь надо придержать слева направо входим в эту петельку второй спицы который у нас правой руки подхватываем эту ниточку ну как лицевую петлю как будто вытаскиваем ее и одеваем на левую спицу теперь смотрите внимание 22 у нас петельки есть теперь мы входим вот теперь мы входим смотреть чтоб край был не затянут кстати вот пожалуйста она поддается спокойно накинули и смотрите еще один момент вот этой пальчиком вот этой руки мы контролируем натяжение нити вот я потянула и ниточка убирается еще раз смотрите вот я одела и натяжение вот этим пальцем у нас контролируется для себя я что выяснила при нам при таком наборе вот у меня сейчас в руках семерка вот вот это вместо это там где измеряли спицу до когда маркировали и понятно что не маркировали они там заготовили нужно то есть узкие концы нам даны для того чтобы мы могли лавировать про проскакивать в нужные нам места заходите в нужные нам щели как мы сейчас вот в меж двух петелек последний и предыдущий предыдущими в данном уже случае подхватили острым конечком и накинули вот это самое толстое место она находится вот после того как сужение закончилось да вот сужение заканчивается пошло вот это вот седьмой семерочка 7 миллиметров я завожу когда спицу между первой пяти последней петелькой и всеми которые уже набраны и немножечко вот этой вот этой этим пальчиком левой руки указательным подтягиваю слегонца сильно не затягивайте потому что имейте ввиду что на левой спице у нас у конца то есть немножко то есть здесь то у нас толщина вот она не на кончике поэтому даже лучше наверное вот здесь делать это и подхватывать кстати можно по-разному можно вот так подхватить можно вот так подхватить мне удобнее как лицевую вот так вот подхватывать раз подхватили и одели опять я ушла на эту толщину опять вхожу одну поглубже вхожу для того чтобы мне левой рукой проконтролировать натяжение нити и опять подхватываю нить вытаскиваю одеваю да она долго я согласна но не очень не самый удобный способ для вязальщицу которые на счету каждая минутка но иногда вот действительно порой надо может быть я сейчас даже еще не знаю когда она надо потому что ну не так полно вот у меня лично да но по себе не судят обычно мне всегда муж говорит не ну не ориентируйся там когда выбираем какие-то шапки а какую тебе связать там а какую-то ну а вот это тебе нравится вот этим раз можно так говорят вот ты вяжешь нут опираешься на свой вкус не надо опираться на свой вкус там там делаем у людей все вкусы да разные мнения целые кучи кому-то нравится наша по кому-то другая кому-то нравится вот такой набор простите да и будет самым удобным и самым любимым если приладится то вполне можно его выполнять легко единственное вот соблюдать надо вот эти момента чтобы на всей толщине нитка была и когда мы набираем петлю и тогда когда в 10 входим когда мы натяжение нити контролируем то есть вот сейчас она у нас свободная не затянутая висит желательно говорю вот ее на толщину в момент вместе где обе спицы вот у меня семерка на семерке находится то есть вот эти кончики не участвует у нас но поняли наверное смысл до что я хотел сказать чтобы одна сторона где лежат петельки и вторая сторона и вторая спица который мы набирали чтобы нас здесь я контролирую вот таким способом здесь чтоб петля была у меня на толстой части на толстой части спицы вот так вот наверное правильнее будет сказать так ну и все смотрите вот я набираю там дальше например пока своим болтаю дальше набирать не буду я лучше покажу и посоветую с вами теперь смотрите как мы будем вязать допустим нам хватило все достаточный набор петель мы произвели да не показал девочки простите не показал можно еще делать крючочком лежит крючок забыл для чего точно также можно делать крючочком то есть кому-то будет удобнее скажем так крючком да все мы разные то есть подхватили здесь здесь удобнее конечно сверху так наверх вернее накидывать нить подхватили вытянули одели подхватили вытянули одели крючком конечно быстрее пошустрее побыстрее потому что наше время увязали что золотое если мы не вяжем то мы обязательно что-нибудь моем стираем там и не знаю машинки сами стирают посудомоечные сами моют но убираемся тогда или книжку читаем или с детьми занимаемся или гуляем ну как то так вот ну допустим закончили набор петель нам у нас нужное количество петель нам этого достаточно как мы будем вязать если не в круговую если не в круговую эту первую петельку мы не будем снимать а мы ее провяжем лицевой петлей лицевой провязали все далее вяжите что хотите там рисунок у вас или там изнаночная петля идет моя любимая классическая изнаночная лицевая изнаночная ну все я показала два способа хотите с крючочком хотите со спицей и заканчиваю на этом а теперь хочу тем кому не интересно выключайте просто видео и не паникуйте не психуйте и тогда как бы если вам чем дальше не интересно не пишите только очень долго видео потому что ведь у спросил с мистером ютюбом спорить не будешь хочу с вами посоветоваться тут у меня я бактус бактус связал спонтанно очень я его полюбила я в нем ходила мы с мамой идем такие она в красивой шубе у них красно красно какая-то какая-то такая красный но такой богатый красивый цвет и красный огромный воротник а я в своем желтом снуде в своей у меня цвета мяты куртка любимая такая красивая ну я с этой курткой уже рассказывала видео вот и мы такие идем я ярко такая зелено-желтая ну как мятный вот это он как зеленый смотрится плюс на мне снуд вот этот яркий значит а мама идет такая вся красная дорога пустая переходим дорогу ну как меж меж маленьких улочек мы шли к центру торговом большой площади за покупкой пряжи вот и значит мужчина две машины встала чтобы пропустить нас я говорю мам ты посмотри какие мы красивые я иду еще с хорошим настроением потому что только что связал этот бактус отдел его на себя решил что этот бактус будет мой я буду выносить и мама пошла по своим делам но прежде мы зашли и купили я обещала девочкам по поводу снудов что мы будем еще дальше продолжать вязать палантины снуды и я посмотрела то что голубой у меня есть уже темно-темно такой зеленый там он он тоже секционно окрашенный он переходит там в какой-то фиолетовый в нежно-розовый но у меня еще на спицах вот и покупала исходя из того чтобы были разные цвета потому что ну кто-то увидел зеленый понравилось да потом я подумала там нету никаких коричневых оттенков и вот мы с ней сделали некие некую закупочку я просто взяла три клубочка совершенных все три разных из этого я уже вязала свой как раз таки вот этот желтый зеленый белый снуд из такой пряжи я увязала крючком здесь написано вот я кстати спросила у продавца вот что хотел сказать я спросил у продавца почему здесь не написано крючок говорю я связала крючком вот на мне сну ну я как раз в этом студии было она говорит потому что окрашивание и так ну неправильно ложится я говорю совершенно правильно говорю я так и подумал я так видео и говорила видимо говорю крючок не написан потому что ну секционная вот этого именно вот у этой фирмы окрашены секции так что вязать лучше спицами и буду вязать смотрите коричневый с красным идеальное сочетание это вообще коричневый ой простите серый кстати обалденно передает сейчас обалдеть передает только у меня вот чуть ярче вот этот фиолетовый и вот этот у меня чуть темнее ну так видно все равно очень хорошо видно пряжу вот я подумала розовый серым идеальное сочетание там еще конечно белый присутствует ну переходящий всякие тона там вот замечательный получится этот будет спицами связан однозначно пока не знаю что из этого скорее всего планирую палантин вот мохер деликат у меня был по нему обзор тоненькие все пряжи все они по 500 там или 550 я сейчас не буду озвучить видео не об этом я другом хотел сказать я хотел похвалиться первых вот этим цветом его заметила мама что значит все таки опыт но жизненный опыт это нечто другое она я смотрю на какие-то яркие я смотрю ну мне что-то хотелось такого яркого набрать ира разного задача была разная набрать взять там три-четыре клубочек но разных таких каких там нет на канале да она мне смогут на этот нежный говорит белым вот не хотела я вообще вязать но неинтересно я тут я знаю себя то что мне не нравится я не буду вязать то есть белом скучно вязать вот однотонным белом по мне скучно я лучше возьму какую-то нежную пряжу там секционку и лучше ей буду вязать и она смотрите какой цвет обнаружила вот я не поленюсь и выйду на улицу чтобы отснять вот именно вот этот цвет сожалению к большому моему сожалению он передается но не настолько четко как как надо вот этот необыкновенно я даже не знаю какао какао с молоком но немножко с холодным оттенком сиреню смотрите есть свет пика я нигде не могу встретить я хочу связать комплект вообще шапку допустим соснодом или с бактусом цвета пика цвет пика это коричневый с со сливой или с вишней вот такой вот цвет и не знаю как его описать я нигде не могу просто встретить вот эту однотонную красивую пряжу просто беда какая-то вот как раз вот это напоминает немножечко только светлый светлый пекан потом здесь присутствует нежно-розовый белый соответственно видно очень хорошо ну и посмотрим как он окрашен точнее я вижу вязала уже из из ангур голод вот это лизы мне хорошие секции вязать можно я буду на спицами вязать нежный палантин как он тоже или бактус в общем похвалилась я так что кому это интересно пишите в комментариях какой бы цвет вы хотели первый там использовать но вдруг кому-то сильно приспичило там скажем хочу зеленый бактус себе там под куртку или хочу там серо-розовый если вот есть какие-то пожелания то напишите или хотим там нежный просто коротко напишите нежный хороший там или там предпочтение крючком но планирую все-таки спицами крючком секционка не так ложится хотя туда-обратно хотя стоп девочки я тогда беру слова назад когда обратно туда-обратно бактус мы вяжем снизу туда да прекрасно получается да мы можем любую с вами использовать для крючка так что пишите внизу пожеланий вместо комментариев к этому видео к набору петель пишите комментарии по поводу пряжи тогда ну и по поводу самого видео тоже так и еще похвалюсь быстренько прям уже быстренько и все к сожалению не могу показать я была я уже пряжу пряжу бед демонстрировал не помню прямо вкратце я не проходил сято супер лава миди она с металлической ниточкой это конечно все будут шапки у нас женские одинаковые пряжи вот это светлее намного это прямо конкретно мятный цвет такой вот он какой-то голубой кажется вообще этот мятный цвет мятный белый и такой как это сушеная роза я потом когда буду вязать озвучу конечно эти цвета все поконкретней вот это будут объемные женские шапки я была в торговом комплексе у нас огромный торговый комплекс рядом мы живем в центре я зашла под видом подобрать себе шапулю и нащелкал там к сожалению вот не могу вам сейчас показать я еще не так владею там я могу конечно отснять на камеру показать фотографии там на телефоне в общем я отсняла идейки кое-какие вот рисунок там такой очень интересный нашла косы но не объемные расход пряжи будет маленький и такие косы своеобразные их нет нигде на ютюбе во всяком случае я не видела этого рисунку у меня в двух вариантах прям как раз в белом там и вот в таком бирюзово бирюзово вот вот такой вот цвет и не знаю он не передается не знаю как его я потом озвучу цвета когда буду вязать эту шапочку а вы потом можете посмотреть по интернету там более меньше искажений либо же просто зайти в магазин и посмотреть где ализе продаются вот эту миди супер лана миди ну просто металлическим блеском запомните вот и просто допустим этот цвет если он четко вам там хочется принципиально узнать я по номеру и вы его и найдете вот ну вроде как все рассказала о своих планах желаю вам самых красивых петелек моей рукодельницы мои любимки всем пока на всех обнимаю крепко люблю пока и такой момент забыла сказать всех татьян сегодня татьянин день до день студентов всех татьян с прекрасным именем у меня маму зовут татьяна тоже у нас у меня у сына девочка алина на снаха моя это она студентка еще но и работает и студентка значит сегодня у нас в семье праздник короче я всех татьяна всей души поздравляю девочки любите будьте любимыми это это крылья любовь это крылья поэтому будьте любимы и пути любимые вот живите дружно все будьте здоровы это однозначно обязательно вы и ваши близкие все будьте здоровы берегите близких потому что бывает такое они бывают рядом потом уходят у меня такое было вот в конце этого года очень много потеряли знакомых очень хороших людей близкие люди ушли ну родственники некоторые ушли поэтому берегите своих близких любите их обнимать их почаще разговаривать с ним побольше потому что бывает такое что времени уже не остается что-то я на грустной ноте так закончила а так девчонки все прекрасно все шикарно мы вязальщицы мы самые лучшие самые крутые всех татьяна еще раз с праздником будьте счастливы и всех исполнения всех ваших желаний все у вас получится вы самые любимые самые красивые всем пока